итак скажу вообще перед началом как бы по сути часа просто озвучиваю собственный пост в сообществе вообще в принципе ребята совету не иногда чека все-таки мои сообщества иногда там я выражаю свои какие умные мысли итак давайте мы так затрону такую тему как олдовость а точнее игроков которые начали играть в рублок с какого-то там периода например нашел вот комментарий очень вот два написал комментарии чем в эти короче вы поняли вот митя видите два комментария один чувак начал трансм году играть другой вообще сказал что он там с 12 ну про 12 окей мы и так поняли это почему и пиздежка вы про 13 сейчас принципе я объясню почему нашел эти комментарии вот иначе этом 2013 году играть и прочее 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 да кто бы в это поверил явно мало кто учитывая что в 2013 2012 году русских можно было вообще не найти ибо серьезная реклама роблокса и распространение в снг чё блять какой-то пиздер честно говоря вряд ли тут сразу же можно сказать что это псевдо олд и фанат роблокса ибо сразу чувствуется пиздеж учитывая еще и возраст самого комментатора ладно бы еще в 2014 году русские игроки были бы да их может действительно было найти чутка больше чем тринадцатом году или двенадцатом но блять серьезно типа блять 2012 год и 13 русские чё блять что несут эти блять школьники мне реально смешно от них реально ибо вот реально почему потому что вообще рублокс реально распространяешь больше всего сужены европу запад и частично азию но уж точно не снг так чему это я хочу сказать вот есть такие наверное кто скажет что он начал играть там каком-то древнем году но давайте быть объективными вы не алды то что вы начали играть 2010 году не значит что вы old почему так а все просто начал играть 2010 в рублокс при этом всего лишь проиграв год и потом просто забросил на добрый десяток лет а это значит лично по моему экспертному мнению что ты не old а псевдо old под моим понятием опять же а под моим понятием если ты хочешь быть одном то ты должен был все это время с 2010 года по 2020 играть в рублокс и не то чтобы активно следить за ним но хотя бы знать что происходит в рублоксе ну как он меняется графика комьюнити глобальное обновление которое вообще кардинально меняют рублокс и вообще все прочее а так если ты проиграв один год застав только то время то ты не old скорее просто очередной игрок который чутка поиграл в игру в детстве а потом бац отвлекся и забил на игру ибо ой как же так учеба личная жизнь хобби новые или вообще новые игры которые тебя завлекли больше чем рублокс например пример как вы типа вот я да блять бутылка ссоре вот допустим да я начал с 2015 года я тоже много раз говорил на стримах видосах в дискорде и так далее но при этом я все время следи за рублоксом что происходило что менялась как менялись тренд аватаров как плакали к добрали гостей как плакали школьники о удалении тиксов у тикс удалили ну со траур какой-то прям как были скандала а педофилов которые кстати были еще и раньше то есть до 15 годов четырестых и тринадцатых тем более все это было давно код то меня можно считать вполне олдом если кому-то покажется это смешным помните что с пятнадцатого года прошло уже восемь лет а это серьезный срок для многих да возможно не для запада где некоторые начали играть там еще с 2007 по 2008 а кто-то вообще 2006 играет да то есть поиграв хоть и чутка вот эти все челики да но сейчас такие игроки уже взрослые по сути дядьки ну некоторые из них по крайней мере я видел ибо видел что некоторым уже за тридцатник и у них даже есть дети ну или имеют детей вроде бы некоторые ютубе какие-то вроде рассказывали или какие-то посты на родите там я вот там олд какой-то там был с какого-то там года кучи древнего часа типа взрослый мужик там имеет детей которые будут играть наверно в рубокс смешно конечно звучит но да ладно да опять же знаю что скажет то есть это банальное задротство одно и то же играть кучу лет в рублокс и при этом еще и обильно за ним следить блять а как иначе или вы хотели все так просто выиграв один месяц рублоксе ну вот до 2012 года а потом хоба резко вернуться в 2022 и типа заявлять комментарии под многими видосами типа старые видео рублокса или старый летсплей пара блокс и впрочем подобно до плакаться помню это время игроки были добрее графика лучше и бла-бла-бла в подобном роде обычном кстати по сути нытью по старым хорошим временам просто это довольно странно и заявлять о своей олдовости не зная даже много чего о самой этой олдовости поиграл пять месяцев от силы в рублокс 2008 года и что ты застал по сути не так много чего пропустил многие новости глобальное обновление уход игроков и прочее и ты хочешь заявить в 2018 году что ты являешься олдом ведь ого ты играл в рублокс будучи школьником но ты обосрался ведь ты не олд а как и говорю ранее типичный игрок-бросатель надоела игра хотя ты обильно в нее играл и исследовал а потом упс отвлекся на обычные дела жизни поэтому не надо заявлять в комментарии что вы олд что застали хорошие времена которые не совсем хорошие и плакаться как раньше было лучше короче надеюсь вы поняли мысли мои просто это реально странно заявлять о себе как олд рублокса при этом не застав много чего и не надо поливаться ядом мол фу нынешний рублокс плохой или зачем не следите если я и так знаю что новое всегда обязательно должно быть говном не спорю есть действительно моменты когда новое хуже старого но мы говорим про блогс а рублокс как ни странно в каком-то плане или в каких их действиях все же становится лучше поэтому реально странно что вот эти два школьника допустим эти два комментария типа ну тут очевидно что это школьники потому что мало пруфов мало доказательств если мне еще можно хоть как то поверь и потому что мне уже 20 ник можно уже понять что я действительно застал то время пятнадцатого года но тут просто эти два школьника думают что и можно легко поверить а прямо что это уже старые комментарии я просто их нашел какой-то счетом был какой-то комментарий воде купит там вот не то что школьницы вроде под колпаком вроде вот отведутся колпака что ли вроде если не ошибаюсь, или еще где-то то есть, бля это так странно, короче, что многие школьники вот пытаются похвастаться, знаете ложью, блядь, да я застал то время и прочее и при этом они обсираются в банальном факте в 12-м году не было русских вообще их было настолько, что можно было их пересчитать буквально на десятков пальцев 30 пальцев, 40 пальцев то есть, вы поняли о чем говорят, а тут они заявляют блядь, да я в то время играл чего, блядь реклама самого рублокса даже не появлялась, даже в рекомендациях яндекса, гугла и прочее, он просто не распространялся если у тебя там был регион России нет, блядь, они почему-то заявляют об этом, алло даже на ютубе не было рекламы рублокса по сути, там только на западе это распространялось но школьники заявляют, что они ну, вы поняли о чем говорю то есть, играли в то время, блядь, вот просто наглый пиздеж, просто наглейший я понимаю, что многие школьники любят в принципе, врать вообще о своем возрасте, там, о своих умениях хобби, богатстве и так далее, и так далее это типично, это такая мини-психология по сути, ведь, блин не ходишь же ударить лицом в грязь перед кем-то, да то есть, я о чем говорю, это реально странно так что, да ну, я все о чем хотел сказать пост озвучил, некоторые какие-то мысли опять добавил потому что, ну, тема все-таки немножко меня бесит, потому что я вижу очень много таких идиотов таких индивидуумов в комментариях и хочется просто ответить ну, просто такой понимаю, блядь да нет, нет смысла им отвечать потому что они будут такие врать, там, отвечать контр-агрументами что я не прав что они действительно, там, бета что они просто, там, не помнят свой ник, там, старый там, не помнят пароль там, аккаунт свой и прочее, прочее, прочее некоторые такие блядь, да я там загистрил в 2020 году я ничего не помню но я помню, что в 2020 году я играл наглый пиздеж все, всем спасибо я в сортире прячусь все, всем пока, удачи спасибо, что послушали эту хуйню